Добрый день, друзья, партнеры, гости. Сегодня мы празднуем день рождения компании Tentorium. Я хочу пожелать компании родной процветания дальнейшего, развития, еще больше довольных клиентов и партнеров. 34 года, весомая дата. 23 из них я сотрудничаю с компанией Tentorium. Если вспомнить, как это все начиналось, это был январь 1999 года. Время было не простое. Это время было после дефолта 1998 года. И когда меня спрашивают, что же было главным в решении сотрудничать с компанией Tentorium, я всегда смеюсь, но это точно не деньги, потому что я себя знаю. Если мне что-то нравится, я чем-то увлечена, я всегда заработаю деньги. Поэтому до компании Tentorium я сотрудничала с другой компанией, и это тоже были продукты питания для здоровья, где мы буквально были выдрессированы на то, что такой большой системе, как организм человека, тоже для восстановления, для оздоровления нужна система. И поэтому, когда я увидела прайс-лист компании Tentorium, я увидел там раздел программы, посмотрела, какие это программы, и для себя я решила, да, это серьезно. И поэтому вот 19 января 1999 года я подписываю договор с компанией, и уже 28 января мы со своей первой командой, в которой были я, Петр Кондратенко, Александр Калинин, Илья Юань, мы уже поехали на первый, для нас первый, лидерский форум Tentorium в Екатеринбург, мы уже тогда стали мастерами. И надо сказать, на этом форуме очень вдохновились, услышали истории успеха от разных людей, воодушевились. И вот с энергией и энтузиазмом вернулись назад в Томск, сразу же стали делать презентации по продукту, по бизнесу, и надо сказать, стали же очень быстро перерастать клиентами и новыми партнерами. И в это же время, практически не откладывая, мы начали осваивать регионы, в первую очередь, конечно, регионы Сибири. Вот хочу сказать, что любой бизнес, любой бизнес большой, поднять одному человеку практически невозможно. Поэтому на первое место ставлю, конечно, одним из самых главных факторов успеха – это все-таки команда. У нас была очень хорошая команда, дружная, и мы с энергией и энтузиазмом как раз вот начали свою работу. На второе место я бы поставил, конечно, география. География твоих поездок, география, где твоя структура находится. Вот на сегодняшний день география моей структуры – это от Вологды Краснодара на западе нашей страны, до Монголии, на востоке. Юг – это Казахстан, Киргизия. Потому что география – это всегда стабильность определенная. Вот энтузиазм, с которым мы работали и работаем сейчас, конечно, да, в свои плоды. Как говорится, лидерская команда росла как на дрожжах. И надо сказать, за первый год работы в Тенториум у нас появилось 12 директоров. Нас прозвали томские ракеты. Вот. И, конечно, структура росла очень быстро. Поэтому хочу сказать, что так оглядываясь на прошлое, конечно, были и взлеты, и падения, и кучу ошибок мы совершали. Но самое главное – исправлять эти ошибки и опять идти вперед с энергией и с энтузиазмом. Потому что вот и всегда, а на сегодняшний момент тоже непростой, энергия, энтузиазм – это, конечно, валюта нашего времени. Поэтому и вот два года пандемии, которые вот сейчас идут, подтвердили, что из любых ситуаций всегда есть выход. Потому что как только начался локдаун, мы сразу перевели свой бизнес на рельсы интернет-пространства. То есть мы сразу же начали делать консультации онлайн с нашими клиентами. По любому вопросу могут обратиться к нам клиенты. Мы стараемся очень оперативно отвечать на эти вопросы. И клиенты, надо сказать, это очень сильно ценят. Следующее – планерки у нас еженедельные. Мы сразу же их начали делать в Zoom. Сейчас это в Telegram, на которых мы поднимаем вопрос, что еще мы лучше можем сделать. Какие технологии применить для того, чтобы, скажем так, повысить товарообороты. История успеха, конечно. Это связано и с нашими клиентами. История успеха наших партнеров. Ватсап, в школы ватсап, мини-школы ватсап. Сейчас мы перешли в Telegram, и одна из последних школ по женскому здоровью собрала 180 участников. Каждый пришел со своим запросом. И я так думаю, свои ответы они получили. Значит, это наши клиенты понимают, что им нужно делать. Руководство в действии они получили. Поэтому такие школы мы ставим на регулярную основу. Будем приглашать самых разных специалистов, которые помогут нашим клиентам просто понять, что делать дальше в сложившейся ситуации. Ну, вот, например, как минимум по семейному здоровью. Ну, и психологические какие-то моменты, может быть, тоже. Поэтому постоянно осваиваем новые инструменты. И надо сказать, что вот в прошлом году у нас, как бы, был такой вопрос. Из-за пандемии фокус, как говорится, наших клиентов сместился к продуктам здоровья. Ну, понятно, восстановиться после коронавируса, не допустить того же самого коронавируса. И наша косметическая, шикарная косметическая линейка оказалась на втором плане. И мы искали выход из этой ситуации. Каким образом нам продвинуть косметическую линейку тенториум? И у нас родилась идея сделать это через онлайн-инструменты. И уже в октябре месяце мы запустили первый поток нашего нового проекта, онлайн-косметический проект «Марафон красоты на диване». Что сейчас? Мы уже провели четыре потока. Какие результаты этого «Марафона красоты»? 250 женщин, наших клиенток, получили просто замечательные результаты. Отзывы просто великолепные. У нас прям крылья отрастают от таких отзывов. Клиенты полюбили космическую продукцию тенториум очень сильно, вплоть до того, что вот так иногда заказ такой. Все, что было в проекте, на тестировании. И плюс то, 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 то. Потому что благодаря проекту, кстати говоря, градус доверия ко всей продукции тенториум повысился просто в несколько раз. И нас это очень радует. Второе. Нас стали рекомендовать. Нас стали рекомендовать. Таким образом, у нас появились новые клиенты, новые партнеры. И, естественно, как бы прирастаем новыми городами. То есть вот в последнем четвертом потоке у нас было 16 участников городов. 16 городов плюс Казахстан и Киргизия. Поэтому вот сейчас перед собой ставим задачу. Это уже у нас мы готовимся к пятому потоку «Марафона красоты на диване». И мы сейчас разрабатываем новую технологию поиска организаторов «Марафона красоты» в других городах, где мы еще не работали. Мы ищем таких людей. Потом поделимся и этой технологией. Поэтому, скажем так, постепенно осваиваем все инструменты интернетовские. И, надо сказать, не забываем, даже за время пандемии, локдауна, мы не забывали ни на минуту все эти инструменты, которыми мы и раньше пользовались, в офисе работали. То есть вот у меня конкретно в офисе раз в месяц двудневная акция, которая называется «День семьи», когда мы приглашаем наших клиентов на расширенные консультации. Работает на консультациях врач-апитерапевт. В этот день мы говорим о новинках, о программах. В этот день у нас действуют дополнительные скидки для наших клиентов. И надо сказать, что это мы уже тоже много лет проводим. И это клиенты это ценят. Раз в месяц, ну вот сейчас у нас это так, последний четверг месяца, уже много-много лет мы проводим клуб активно в долголетие, куда приглашаем клиентов 65+. Надо сказать, это совершенно другой формат, потому что это другая совершенно возрастная категория. За чашкой чая спокойно мы говорим о тех потребностях, которые именно в этой возрастной группе. Ну и, соответственно, рекомендации, программы. И в этот день у нас тоже действуют скидки. Поэтому работает все. Вот хочу сказать, вот самая моя вот такая рекомендация для всех. Не ждите никакого волшебства, чуда и магии. Успех любого мероприятия – это только в системе. То есть постоянство в действиях – это самое главное. Это самое главное волшебство. Поэтому вот как бы заканчивая свою речь, я бы хотела напомнить вам историю об Уинстоне Черчилле, который в 1946 году в одном из американских университетов должен был читать лекцию. Был полный зал, и он вышел на сцену и сказал всего четыре слова. Никогда, никогда, никогда не сдавайтесь. И ушел с трибуны. И вот я хочу сказать, у нас снова непростые времена. Жизнь заставляет нас просто выталкивает искать что-то новое, какие-то новые варианты работы. Поэтому вот что я хочу вам пожелать? Вот уже заканчивая совсем свою речь, я хочу вам пожелать быть смелыми, чтобы вам хватило смелости жить, работать, быть с ясной головой в здравии, потому что это очень важный фактор. Плохие времена все равно пройдут. Что ты каким-то себя к этому времени, ну, подготовишь, скажем так, с энтузиазмом, с энергией, дальше идти и работать. И я так думаю, что у нас с вами все будет хорошо.